Наступило лето, друзья! А это значит, что пора отпусков уже здесь Многие уехали куда-то за рубеж Но мы же в утреннем фреше ищем развлечения в родном городе Все находят их в разных местах Кто-то катается на велосипеде, кто-то на самокате, кто-то на роликовых коньках Но мне кажется, это все довольно устарело уже И сейчас появилось новое развлечение, называется оно гироскутер Да, вот такие вот инновационные штуки, на которые, говорят, можно встать и ехать Практически не прилагая никаких усилий Более подробно о них нам расскажет специалист Эксперт по гироскутерам Эксперт по гироскутерам Маргарита Дмитриева Ура! Я забыл На самом деле, здесь очень просто Здесь умный аккумулятор идет и просто две микросхемы А можно я возьму в руки? Так будет легче Два колеса, понятно Один с килограмм всего-навсего Как гантелька То есть здесь находятся на одной и на другой стороне микросхемы умные Третьего поколения И аккумуляторная батарея Соответственно, за счет чего гироскутер и движется Хватает его порядка на 2-3 часа активного использования Как им управлять? За счет чего он понимает? Куда я хочу ехать? А на самом деле все очень просто На него нужно только встать Здесь находятся три кнопки Которые позволяют ехать вперед, назад, вправо, либо влево И они настолько активно реагируют, что здесь, можно сказать, силой мысли можно им управлять Еще какие-то причиндалы есть? Дополнительные фичи, как говорят сейчас Встроенные блютуз и блютуз-колонки То есть можно ваш телефон синхронизировать с гироскутером И слушать музыку, как раз передвигаясь на гироскутере Здорово, то есть такой передвижной музыкальный центр И подпевать еще можно, если караоке включить И потанцовывать И потанцовывать С какого возраста можно пользоваться гироскутером? Ну вообще возраст, ну порядка, наверное, 6 лет А вообще здесь по весу идет То есть от 20 килограмм и до 120-130 тяжелого веса Такой малыш выдерживает 120 килограмм веса Как долго учиться нужно тому, чтобы встать и поехать? В среднем, если человек уже когда-либо катался на сигвеях Или там еще на каких-то подобных вещах То где-то одна минута максимум Я вот никогда не катался Я думаю, что если я сейчас встану на него, то тут же упаду Вот у меня такое ощущение Серьезно? Можно попробовать? Можно попробовать Смотрите, человек первый раз в жизни стоит на гироскутере И в принципе неплохо так стоит, да? Аплодисменты мы сделаем? У нас собралось очень много людей, которые тоже приветствуют Это самая важная часть, чтобы встать Чтобы встать Все, то есть я в принципе уже могу Если я наклоняюсь вперед, да? Давай я буду тоже с тобой пробовать уже Так, ну девочка, мне кажется, это недоступно точно Да ладно Девочки, да, больше всего боятся, как правило Ой, вот смотрите О, вообще легко Тоже подбадривают нас своими эмоциями Да, слушай, оказывается, не так это и сложно А чтобы еще легче было, лучше прижать руки к себе А есть ли какие-то упражнения, которые нужно проделать Для того, чтобы безопасно потом передвигаться? Ну, например, научиться там вперед, назад и разворачиваться Да, я считаю, что здесь, наверное, именно чтобы ваш мозжечок понял механизм работы гироскутера Когда вы понимаете, каким образом он едет вперед, назад, вправо, влево То вы будете даже разговаривать с человеком Вы автоматически будете разговаривать Знаете, мне самое главное, вот уже вот в этой фразе Тут ведь вопрос Самое главное, чтобы Екатерина, например, обнаружила у себя мозжечок Я не надо обнаружить, это все на интуитивном уровне идет А у женщин интуиция развита лучше, чем у мужчин в общем-то То есть опять у нас соперничество будет Ну что, будем на перегонки гоняться или как? Я не знаю, давай попробуем, хотя бы вот, знаешь, вот до туда Попробуйте До той лавочки Давай Да Здесь прекрасное место на стрелке, где можно Вот, и у нас еще есть такая вот экшн-камера, которая все фиксирует Ну что, кто быстрее, да? Ну, главное, поаккуратнее Поехали А лучше ноги немножко подвыпрямить И все-таки опять Друзья мои, стоит констатировать, что моя коллега Екатерина Иванилова победила меня Вот крутая штука Да, это очень крутая штука, мне прям нравится Друзья мои, знаете, что мне кажется? Я сначала думал, что это для того, чтобы облегчить жизнь И можно, ну, вот как бы прогулку заменить, да, таким образом И это тогда не будет так качать мышцы Я правильно понимаю, Маргарита, что это еще какие-то мышцы напрягают По крайней мере, я чувствую Я сама каталась порядка двух-трех часов Могу сказать, что да, ступни немножко немеют Потому что они постоянно стоят А вот прокачиваются ноги, вечером почувствуете Вот два часа – это вот такая хорошая цифра В условиях города это вообще очень приятная, я бы сказала, тренировка Потому что ты не сидишь в зале, качая те же самые ягодичные мышцы Да, девочкам это очень нужно Ты гуляешь на свежем воздухе, на свежем воздухе, на солнце Гироскутеры, они подназначены для отдыха Для того, чтобы поболтать, для того, чтобы вот почувствовать то, что ты немножко напоминаешь птицу Давай вокруг, кто быстрее? Кружок Вокруг чего? Субтитры сделал DimaTorzok